Вот что значит люди, которые делают снегоходную одежду и катаются на снегоходе. Хлястик. Вот что нужно. Не просто крючочек, который у тебя отцепляется, а хлястик. Ты продел и зацепил. Все, отлично. У нас 27 и яркая погода, но из-за смога этой яркой погоды не особо ощущается этого яркого солнца. И сегодня я выбрался из дома для того, чтобы съездить к ребятам в магазин Бундокер. Пробки. На улице около минус 30 градусов, но такое ощущение, что выехали все вообще. Когда некоторое время назад я начал тестировать снегоходные комбинезоны, ко мне обратились ребята из красноярского магазина Бундокер. И предложили взять на тест снегоходный комбинезон Скотт. Они как раз торгуют Скоттом. В принципе, я согласился, потому что в этом нет ничего плохого, чтобы взять вещь на тест и не предвзято сказать свое мнение. Хорошая это вещь или плохая, при том, что они взамен не требуют ничего. Бери, катайся, высказывая свое мнение. Поэтому я с удовольствием согласился. И сейчас еду в магазин Бундокер, чтобы примерить и выбрать для себя снегоходный комбинезон Скотт. Ну что ж, ребята, приехали в Бундокер. Это наш красноярский магазин. Я тут частенько раньше покупал запчасти, когда катал в рейсе. Ребята, вот я в магазине Бундокер. Это Антон. Антон, приветствую еще раз. Значит, аккуратненько расскажу. Когда я начал тестировать комбинезоны, экипировку, Антон обратился ко мне с предложением протестировать комбинезоны Скотт. У них большой выбор этого бренда. Не только комбинезоны, еще и шлемы, защиты. Вот, кстати, сзади, за Антоном, защиты. И, собственно, я согласился, потому что экипировка достойная. В этой экипировке можно кататься. И мало того, что она достойная, она еще и стоит недорого. Поэтому мы с удовольствием решили предоставить экипировку, всю, которая понадобится, для того, чтобы протестировать и сделать независимое мнение эксперта по поводу этой одежды. Мы как бы не боимся там предвзятости даже какой-то может быть. Мы хотим реальной, объективной картины. В принципе, в своей продукции, то, что мы предлагаем людям, мы уверены. Да, это очень важно, что ребята не требуют от меня каких-то там вещей говорить в видео. Просто дают экипировку, катайся, оценивай, смотри. Поэтому я с удовольствием возьму и в ближайших выпусках буду кататься в экипировке Скотт. Вы ее еще увидите. Ну, а сейчас будем примерять. Спасибо. Ну, что могу сказать сразу. Видно, что люди, которые делают этот комбинезон, они делают их уже очень давно. И, в принципе, они знакомы со снегоходами. Потому что крой, ну, такой достаточно эргономичный. Конечно, не для таких дрячей, как я. С защитой вообще будет нормально. Еще и сверху, если рюкзачок одеть. Вентиляшка. Раз, два. Карманы. Так, еще. Еще здесь вентиляшка. Вот это, кстати, классно. Но я в рюкзаке катаюсь, поэтому я думаю, что она у меня не будет работать. Фирменная скотт-овская мембрана. Вот эти вот карманы. Почему все не делают обычные карманы? Причем застегивающиеся. Почему вот нужно здесь где-то? Вот в этот карман положил телефон, и все, он у тебя сбоку здесь. А, допустим, в тот же линксовский комбез телефон находится в районе колена. И любой удар у тебя телефон пополам складывается. Потому что все внутри отделано таким флисом мягким. Хрючок для пристежки чеки металлический. Они пластиковые, как везде. Фирменная мембрана с характеристиками. 10 на 10. И цена этого комбинезона? 27 тысяч. Ну, это, собственно, тот же сегмент, что и Кулзон, и Драгонфлай. Только от именитого производителя экипировки. Почему вот они закончили делать, сотрудничать с Гортексом? Конечно, у меня секрет. Вот что значит люди, которые делают снегоходную одежду и катаются на снегоходе. Хлястик. Вот что нужно. Не просто крючочек, который у тебя отцепляется, а хлястик. Ты продел и зацепил. Все, отлично. А то, блин, на всех, на этих... Да, собственно, на всех, кроме Клима и Скота. Крючочек под шнурок. Крючочек. Да, мало того, что под шнурок, он металлический. И, допустим, вот в FXR-ах там такой хлястик большой. Именно вот под хлястик сделанный. Хлястик под хлястик. И крючочек с него слетает сразу же. Можно не одевать. Я его за трос Боа делаю. Три-четыре раза сделал, трос начинает рваться. Все, и убиваешь просто. Итак, комбез мы уже выбрали. Следующая позиция – это маска, очки. Я многократно уже говорил на прямых эфирах и так в эпизодах, что очки нужно брать трех производителей. Это производители, которые всю жизнь, со дня изобретения этих масок, производят маски. Это Smith, Scott и Oakley. И вот как раз в Красноярске есть место, где купить маски Scott. Чем же отличаются маски вот этих трех производителей от остальных брендов? Это прежде всего оптикой. Основная задача маски – это не искажать тот свет, который через нее проходит. То есть смысл в маске, если она мутная, и вы не видите. У меня были такие маски, несколько штук. И поэтому я стараюсь всегда покупать маски вот этих трех брендов. Снегоходная серия, Scott делает и для горных лыж, и для сноуборда, и для всего. Снегоходную серию отличает вот такой широкий поролон, который затыкает все щели и отверстия прилегания к шлему. Поэтому можно, конечно, и сноубордически использовать, но у них гораздо меньше вот этот поролон. Ну и система вентиляции, которая немножко адаптирована под шлем. Соответственно, чтобы работать в шлеме. Вот. Я предпочитаю маски с прозрачным визором, так как зачастую приходится ночью ездить. Ну, в прозрачной маске можно и днем, и ночью. А вот, допустим, с затемненным визором можно только днем, ночью некомфортно. Ну и перчатки. Перчатки, конечно, такие вот. Это Юси иногда такие перчатки. Он любит. Такие теплые перчатки, конечно, хорошо, но мы же катаемся активно, на снегоходе работая. Поэтому, вот я думаю, хорошим выбором будет вот такая серия. Как они называются? Комп ПРО. Утепленные, короткие и, в принципе, с хорошим хватом. Есть смысл брать их. Ну и открытием, для меня открытием сегодня было это шлем Искот. Посмотрев новую коллекцию, вот здесь у ребят в магазине Гундокер, покрутив несколько моделей, создается очень хорошее впечатление. Он... это не карбон, он пластик, поэтому вес такой существенный. 1,540 получается. У него написано 1,540 Элька. Сертификат ЕСЕ есть. Это очень хорошо. И система МИПС. Я, наверное, отставлю с официального ролика вставочку про систему МИПС, потому что это сложно вот так вот сейчас здесь описать. Для защиты мозга от ротационной войны, мы представили революционное МИПС-пространение системы. МИПС работает, чтобы вставить вставку между головой и ротационной войны, изолировать головой, или улучшить трансфер от ротационной войны в мозг. Вот такая вот система МИПС. Вот здесь соответствующая маркировка. Ну, собственно, сюда ставится отсекатель, зимний комплект. Затыкаем вентиляцию. Посмотрите, вот какая вентиляция. И, соответственно, отсюда тоже выходит. То есть он очень хорошо вентилируется, но зимой нужно это всё дело затыкать. Магазин Бундокер, Красноярск. Спасибо за предоставленный на тест комбез. Субтитры сделал DimaTorzok